На Хомельшине протягиваются промеркованные до 75-ти годзе Перамоги, патриотичные акции «Беларусь памятая» и «Солдаты Перамоги». В их рамках в Речицком районе сегодня ушановывали 100-годового удельника Великой Айчинной и проводили показальные выступления выхованца у Центра специальной подрыхтовки до призывной молоди. Мероприемствы наведали наши корреспонденты. Агроградок Караватиши в Речицком районе не самый великий. Сегодня тут проживают около 550 человек. У письмовых крыницах везка вядомая с 18-го стагодзя. За минулый час у ее истории были разные падеи и вызволения от немецко-фашистских захопников – сяродные большзначных. У листопаде 1943 года тут два дни и шли кровопролитные бои. По великим рахунку тут выращался лес Гомельско-Речицкой операции. Прыжим с уликом колькости задейничанных за бодвух баку, танков, бои под Караватишами можно назвать невеликой Курской битвой. У братской могиле, якая знаходяца на территории агроградка, пахаваны больше, як 1600 червон армейцов. Имены многих засталися невядомыми. Стогадовый Василь Дзейкун подчас войны служил у танковым полку. После тяжкого ранения медики вынесли вердикт. Негодный до службы. Олег Лопец доброхвотно застался у армии. Перемогу сустрел у Чехословакии. После чего смагался с бандеровцами у Закарпатти. Народиму вернулся только у 47-м. Сегодня у Караватишах Василь Дзейкун – один удельник Великой Айчинной войны. Я все время работал. Работал лесником. Уже после того, 20 годов работал. А тогда пошел уже в колхозе, что-нибудь помогал делать. Удобу свою держал. Огород пошел, заглядаю, убираю. И все, это вот моя работа. Это реконструкция боевого эпизоду, выполненная выхованцами военно-патриотичного центра специальной подрехтовки для призывной молоди «Скиф». Сегодня это один в Беларуси клуб, где школьники проходят поветранно-десантную, выдолазную, огневую и тактыка-специальную подрехтовку. А так само вучасся рукопашному бою и штурмовому альпинизму. У рамках акции «Беларусь памятая» яну взгадываюць об засновальнику поветранно-десантных войсков СССР, удельнику Великой Айчинной войны, герой Советского Союза Василю Маргелове. Миновиты Йон здоровы сделать этот род войсков ауторитетным и популярным у Тымляку, у Замежи. Сегодня при Реческом центре «Скиф» створены музеи спецназа, имя Василия Маргелова. Ничего подобного у Беларуси нема. Беларусь памятая, памятая кожного. Назва агульной республиканской акции як нельга лепш, адлюстровывая патриотичную работу, якая проводится у центры «Скиф». Я восхищаюсь Василием Филипповичем Маргеловым. Я хочу быть как он, потому что он принимал правильные решения во время боя, знал, мог командовать войсками, его любили и уважали. Я хочу быть как он. Олег Сенсюров, Ольга Коновалова, Евген Макеенко, Телерадо, компания «Гомель», Рыжеский район.